Ну что, сегодня мы представляем Шкоду Терминатор Шкода Фабия Вы меня спросите, почему Шкода Фабия, такая небольшая машина, считается Терминатором Объясню легко Потому что Шкода Фабия призвана ликвидировать как класс отечественный автомобильный хлам типа 10-го поколения Почему? Потому что эта немецкая машина с немецким качеством, с немецкой безопасностью и с какой-то вообще смешной ценой Достаточно сказать, что за 12 тысяч долларов а концерт Volkswagen Audi работает в долларах как и все разумные люди Вы приобретаете машину с АБС, с кондиционером с электропакетом с электроусилителем руля с огромным размером самую безопасную в своем классе Презентация хэтчбека Шкода Фабия состоялась во Франкфурте в 1999 году Эта модель отличается высоким уровнем оснащения В базовой комплектации присутствуют электрогидравлические усилители руля и подушка безопасности водителя А двигатель уже сегодня соответствует европейским экологическим нормам Евро-4 которые вступят в силу только в 2005 году И, точно так же, как и у Шкода Октавия у этой машины десятилетняя гарантия от сквозной коррозии на кузов Вообще, я не большой любитель небольших автомобилей Надо что-то покрупнее Но, тем не менее после того, как присел в Шкоду Фабию немножко поменял свое мнение Почему? Потому что вместо здесь Ой И еще В свете недавних постановлений наших местных и не местных олигархов которые на нас почему-то обижаются Скажем Этот автомобиль чрезвычайно экономичен и создан, в общем-то для нормальной семейной городской жизни Цените качество и неограниченную возможность передвижения? Автомобиль Шкода Фабия это автомобиль для вас Высококачественные материалы тщательно продуманное решение и совершенная эргономика Все нацелено на то чтобы сделать вашу Шкоду Фабию комфортабельной и легкой в управлении Если вам охота погонять или съездить на горнолыжку то сложив в салон вы получаете шикарный туристический автомобиль А есть еще такой вариант как комби Но мы-то как раз сейчас едем на седане так любимом россиянами Седан это значит тепло зимой Так вот у этого седана багажник почти волговский Я могу сравнивать А еще этот автомобиль супер современный и великолепно собранный кстати давший начало абсолютно новой платформе для машин концерна Volkswagen Похож на Волгу простой и неубиваемой конструкцией подвески и простором в салоне даже очень высокий и грузный человек найдет удобное положение кресла и органов управления Нет отличия от отечественной старушки конечно же гораздо больше И еще этот вот маленький седан почему-то по-моему лучше подготовлен для российских дорог чем сами российские машины Здесь специально усиленная подвеска но опять же для мороза здесь залит антифриз до минус 35 градусов и это реально Машинка сама по себе хоть маленькая но навороченная Здесь стоит кондиционер две подушки безопасности Единственное чего нет магнитолы но это тоже можно понять потому что на вкус и цвет товарищей нет и на вас на всех не угодишь так что магнитолы ставьте сами но колонки и проводка существуют уже здесь очень порадовали дефлекторы они так похожи на пассатовский вообще движок здесь 1.4 68 лошадиных сил но есть еще такой же двигатель только в 101 лошадиных сил а нижний предел 55 лошадиных сил плюс эти машины могут комплектоваться коробкой автомата где вы видели десятку с коробкой автомата так что так что у вас you will be terminated кстати фирма авторитет которая и дала нам возможность прокатиться еще на одной машине из своей коллекции готовит вместе с volkswagen group rus массированную спецоперацию по обеспечению магнитогорцев вот этими замечательными хэтчбеками седанами и комби по таким низким ценам и в такой комплектации я бы на вашем месте зашел поинтересовался субтитры субтитры Продолжение следует...